Девушки отдыхают Добрый день, друзья! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Александра Сергеевна! Ой-ой-ой! Всем привет! Отличная сегодня погодка! Давайте вместо урока на прогулку пойдём, а? Ой, и правда, пойдёмте! Да, пойдёмте! Ещё насидимся дома! Александра Сергеевна, пойдёмте с нами! Постойте, постойте! Ну, урок мы отменять не будем! А вот прогулку... Нет, даже не прогулку, а настоящее путешествие, я вам обещаю! Что? Как на уроках географии? Это что-то новенькое! Вы что, не согласны? Согласны, согласны! А куда мы отправимся? Путешествие по царствам природы! А что это за царства такие? И где они находятся? Вокруг нас! Везде и всюду! Что-то я никаких таких царств нигде и не видела! А я, между прочим, очень наблюдательная! А сколько же их, Александра Сергеевна? Четыре! Интересненько! Да, и как же они называются? И кто в них живёт? А вот это вы попробуйте отгадать! Так, Александра Сергеевна, вы что, нам загадки загадывать, что ли, будете? Загадки! Ну что, готовы? Да, готовы! Готовы, как мы очень любим! Тогда начнём! Жители первого царства могли бы сказать о себе так Мы живём везде-везде И на суше, и в воде В джунглях, на горах, в саваннах И в морях, и в океанах Мы щепечем, пьём хвостами Можем шевелить усами Можем плавать и летать Нас непросто сосчитать Ну и загадочка Интересно, а о ком это она? Ты что, Веснушка, не догадываешься? Тогда посмотри на доску На ней же подсказка есть А я и безо всяких подсказок знаю, что это загадка о животных Правильно, Коксик Жители первого царства природы – животные Поэтому их царство так и называется – царство животных Ух ты! Ух ты, как их много! И какие они разные! А, и маленькие, и большие! Одни из них такие огромные, что весят столько же, сколько и 20 грузовиков вместе Целых 100 тонн! Это синий кит, например А другие – совсем крошечные Это планктон Иначе моллюски и другие мелкие организмы Итак, мы видим, что мир животных необычайно разнообразен Но у всех животных есть кое-что общее Да? И что же это такое? Все они умеют передвигаться Ходить, ползать или летать А разве жители других царств этого не умеют? Представь себе – нет! Наоборот, они любят жить на одном месте Интересно, кто же это такие? А вот отгадайте вторую загадку и сразу знайте А, давайте загадывайте ее скорее Давайте! Мы растем, растем, растем Ночью мы растем и днем Главное, чтобы всегда у корней была вода Я знаю, знаю, я отгадала Это растение Мы, между прочим, тоже об этом сразу догадались, да, Кокси? Ну да! И вы все абсолютно правы Во втором царстве действительно живут растения И поэтому оно называется Царство растений! Верно! А у растений что, тоже что-то общее есть? Конечно! У растений есть корни Если животные двигаются, то растения, наоборот, стараются покрепче зацепиться корнями за землю или за камни И удержаться на месте В одном царстве все бегают, во втором все на месте любят стоять А что общего у жителей третьего царства? И вообще, кто они такие? О, это замечательные создания Они сказали бы о себе так Мы веселые ребятки Вот, например, у дрожжей, а их тоже относят к грибам Корней нет и в помине Ой, выходит и правда эти грибы какие-то особенные Вот поэтому ученые и решили, что у грибов свое, особое царство И со временем мы познакомимся с ним поближе А сейчас? А сейчас игра продолжается Нам пора познакомиться с четвертым царством природы Самым удивительным Догадайтесь, кто в нем живет Пусть не любят нас частюли Моют руки и кастрюли Все равно мы есть везде И на суше, и в воде Ой, какие маленькие жучки и червячки Так выглядят бактерии, если на них посмотреть в микроскоп Значит, четвертое царство природы – это царство бактерий Правильно, Зубок Бактерии – самые маленькие, но при этом самые древние жители Земли Маленькие, да удаленькие И ничего не удаленькие, очень даже вредное Не помоешь руки и заболеешь Но кроме вредных бактерий, веснушка, есть и очень полезные Они так полезны, что без них мы с вами не могли бы и жить И что же они такого полезного делают для всех нас? Об этом мы поговорим в другой раз А сейчас наш урок закончился Ой, спасибо вам за загадки, Александра Сергеевна Да, было очень интересно Ага, очень А впереди у нас, друзья, еще больше интересного До встречи через неделю, дорогие любители природы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова